Это большая дерзость наговаривать что-либо на Аллаха. Вопрос шариатских вопросов – это не просто мое мнение. Например, если мы с тобой разошлись во мнении, что лучше, когда какие-то определенные услуги предоставляет государственный сектор или частный? Это вопрос ичтихада, это мирской вопрос. Его можно решать так, как нам больше нравится. Ты говори свое мнение, я выскажу свое. Все достаточно спокойно. Но когда речь заходит о шариатских постановлениях, то сейчас ты приписываешь что-то Аллаху, возможно, возводишь на него навет. А Аллах говорит, в день воскресенья ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами. Если ты приписал что-то Аллаху и при этом солгал, то в судный день ты предстанешь с почерневшим лицом. В день воскресенья ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами. Также Аллах говорит, посмотри, как они возводят навет на Аллаха. Возведение навета на Аллаха – ужасный грех. Пророк ﷺ говорит, самый смелый из вас в выдаче фетв будет самым смелым в отправлении в огонь. То есть больше всех поспешит в адский огонь. Дерзость, когда без знания что-либо приписывают Аллаху, это крайне опасное дело, которое может исходить только от такого человека, который мало возвеличивает Аллаха в своем сердце. Если же возвеличивание Аллаха в сердце велико, такой человек не может просто давать фетву. Аль-Бухари упомянул об этом в своем сахихе. Там он рассказал, как одни ученые боялись давать фетву, советовали обратиться к другим, и те отказывались, пока с этим вопросом снова не приходили к тому первому ученому. Братья, сейчас есть люди, которые без проблем вынесут любую фетву. Один мой родственник некоторое время назад сказал мне, я в принципе считаю, что разрешено слушать песни и музыку. Я спросил, почему? Он просто ответил, у меня нет никаких доказательств в моем мнении, ни из книги Аллаха, ни из сунны. Люди так просто приступают к любые границы. У нас появляется новая теория, она называется «Не усложняй». Спрашивая ответа у своего сердца. Вы слишком много ковыряетесь в незначительных маленьких вопросах. И действительно, некоторые люди проявляют в этой сфере большую смелость и дерзость. Вот у нас какое-то собрание. Проверь себя и своих братьев. Зайди при них в любой вопрос. Тот, кто что-то читал о нем, и кто ничего не читал. Все они начнут говорить. Уверенно так говорить. И иногда из-за этого мы начинаем спорить друг с другом и ссориться. Хотя 90% присутствующих не изучали этот вопрос вообще. Раньше мы мучились, когда кто-то изучал вопрос, приходил к какому-то, возможно, неправильному решению и приписывал его Аллаху. Сейчас же все стало проще. Как тебе нравится, так и решай. Мы теперь мучаемся из-за людей, которые говорят о вопросах, которые даже не изучили. Иногда этот вопрос строится на разногласиях, связанных с тем, достоверен ли хадис на эту тему, или же он слабый. Но сам этот человек даже не знает основ классификации хадисов. Он, например, просто журналист. Он судит по таким вопросам. Он может ежедневно выдавать свои личные фетвы. Почему такая дерзость? Он недостаточно почитает Аллаха, как сказал Аллах. И вот так, если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от боговая язненности в сердцах. Вот так, кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Если бы в сердце присутствовало полное почитание Аллаха, подобного неправильного поведения не появлялось бы. Канал «Голос истины» работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками «Благого призыва». Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!